Добрый вечер, Касай Алиев. Привет, Алексей. Наши любимые традиции, начнем с картины. Да, да, да. Только мы коротко будем проводить видео, потому что мы говорили о том, чтобы чем короче, тем лучше, за минимум временем, максимум практической полезности. Да, да. Я вот зашел на сайт тоже, да? И я просто зашел, и там я стоимость не увидел. А как могу я узнать? А, ты имеешь в виду, ты зашел в международный альбом интернетовский, где мои картины? Да. И там, где презентация, где все вот это. Ты ссылку дал вот эту вот всем друзьям, кто хочет зайти, да? Чтобы увидеть там стоимость, надо просто зарегистрироваться. Там, ну, как обычно, во всем интернете. Почта, пароль, да? Я не знаю, ну, как это делается. Любой человек может туда войти и зарегистрироваться. Все, добро. Когда открываются все цены. Это у них так это принято, да? Ну, слушай, это картина моя, которую я начал. Первая картина после большого перерыва, после того, как у меня была травма, была операция и так далее. После того, как я переехал из центра сюда, вот эту маленькую студию, как квартирка такая, где я рисую свои картины, где я общаюсь по скайпу и веду школу. Человек будущего хомохотурс. Вот тогда я начал с этой картины. Да, заново начал рисовать, но уже акрилом, потому что здесь маслом заниматься сложно немножко. Вот. И акрил оказался великолепный. Могу акрилом рисовать, водой разводится. Но очень долговечные картины. Эта картина у меня очень мне нравится, потому что, когда я рисовал, думал о своей внучке Грете. Она называется «Девеста Грета», потому что через некоторое время после этого она вышла в зал, может, ты понимаешь? А теперь у меня есть внук Максим, которому уже полгода. Да, ты представляешь, потрясающая вещь. А у тебя как происходит жизнь? Вот мы с тобой несколько занятий провели, короткие. Ну что ты там, со своим партнером у тебя сложились отношения? Ну, я всегда даю время. Я обычно три-неделю даю время, чтобы все... А, ну, молодец какой. Как твое состояние исходное? Вот на индикаторе напряжение. На индикаторе где-то вот... Ну, где-то... В данный момент надо мерить. Не вообще, а вообще в данный момент, когда ты сейчас со мной разговариваешься. Где-то вот четверка-пятерка. Вот так вот. Ну, это здесь, значит, среднее. Знаешь, среднее. Знаешь, ты сейчас можешь думать не только о чем думается, о чем ты вынужден думать, о какой-то проблеме, которая висит над тобой, а еще о том, о чем ты хочешь подумать. А сейчас главное надо научиться, а чтобы ты мог всегда думать, о чем ты хочешь думать, а не только о чем ты думаешь. Ты понимаешь, в чем дело, да? Да, быть в осозненстве. О чем ты хочешь подумать. Да, да, да. О чем ты хочешь подумать. Я, например, хочу с тобой провести урок замечательный, а мне все время думать, вот ко мне гусь должен прийти, ко мне гусь, и он не мешает этому, понимаешь? Вот как переключиться? Мы говорили о том, что у нас есть индикатор напряжения, шторм и ноль – это тише благодать, а мы говорили о том, что у нас есть индикатор напряжения, представил себе, что у нас есть индикатор напряжения, пошла лимитация. Мы говорили о том, что при этом надо одновременно думать не только о руках, что они расходятся, но о том, зачем я это делаю. Мечтать о желаемых переменах в себе и в своей жизни. И тогда и рука быстрее идет. Это важные вещи. Я тебе такие секретные вещи рассказываю. Это важные вещи, которые я придумал в свое время. У меня же патенты, изобретения. И там это изобретение, когда ты пытаешься сделать индикаторную левитацию, индикаторную левитацию, одновременно надо думать о цели, о цели, ради чего ты это делаешь. Они зафиксироваться только на том, идут они или не идут. Это ошибка, это ошибка. Тогда они могут и не пойти. Понимаешь, в чем дело? Да, фокус уходит туда, о соседнем. Да, надо думать, ради чего ты это делаешь, чтобы все эти действия были инструментом для достижения твоих целей. Вот оно, ради чего. Это первое. Это как лыжники, да? Как лыжники едут. Ради чего они едут, да? Да, ради чего они едут. Ради того удовольствия или ради того, чтобы быстрее достичь какой-то финишной ленточки. Или ради того, что как во время Великой Отечественной войны егерей там ехали для того, чтобы их фашистская пуля не попала. Но ради чего надо же думать. А не только о том, что надо вот так правильно делать. Поэтому вся физкультура в мире, которую делают, они, чтобы давала этой физкультурой больше пользы. Во время физкультуры надо думать, ради чего ты это делаешь. А не ради того, правильно ты это делаешь или неправильно ты это делаешь. Но если у тебя не получается, какое-то время ты должен отрабатывать эти действия. Надо то узнать, зачем ты это делаешь. Но мы еще с тобой в следующий раз об этом поговорили. Я буду очень важные вещи говорить. А теперь практически полезные. Мы говорили об индикаторе. Мы говорили о трансгенных приемах, которые синхронизацию создают. То есть мы говорили о левитации. Если это не получается, принцип подбора путем перебора, тогда пробуй вот так. Если это не получается, пробуй вот так. Если это не получается, пробуй патолепсию. Если это не получается, что хочешь делать, что получается, исходя из текущего состояния. Мы с тобой в прошлый раз говорили, что ты чувствуешь сейчас в теле. Ты сказал, вот это я сказал, раздувай это ощущение, а вот теперь я тебе скажу, что такое аутогенная тренировка и в чем была ее ошибка. В аутогенной тренировке говорили, лягте, сядьте, удобная поза, тишина, покой и настройтесь на то, что вам тепло, приятно, вы расслаблены, да? Да, да, да. А у девочки ручки холодненькие, носик холодненькие, ножки холодненькие, она так год будет представлять, у нее не получится. Надо было что сделать? Принцип ключа. Принцип ключа в том, а, у тебя ножки холодненькие, а, представь, что тебе не тепло, а представь, что тебе холодно, представь, что тебе холодно. То есть увеличивай то, что есть, а не против чего-то, понимаешь? Таким образом надо зацепиться за то, что есть, и это практически полезная штука. Да, вот у меня ноги холодные сейчас, так как зима. Вот, зацепись за это и начинай это увеличивать. Тепло начинает делать, да? Или холод увеличивает? Нет, холод увеличивает, доводи до пика, доводи до пика, доводи до пика. Вот, что я рассказываю, ты понимаешь, что мои изобретения мирового уровня, вот они в чем заключаются. Не наперекор тому, что у тебя есть, тебе надо внушать, что ты видел там в книгах или в интернете. А констатировать мысленно то, что есть путем самодиагностики, самотестирования. Нашел, что тебе холодно, а не тепло. И давай холод увеличивай. Да, представляй себе, что хочешь. Представляй себе, что ты в льдах, представляй, что ты на лыжах, упал с укроп. Что ты хочешь представлять? Увеличивай холод. Таким образом ты адаптируешь себя к текущему состоянию. Цепляешься за него. И теперь ты можешь добавить туда, если хочешь, тепло. Тебе тепло пойдет. Потому что ты установил внутреннюю связь, биологическую обратную связь между тем, что есть, адаптироваться к тому, что есть, и добавляешь то, что ты сам хочешь. То есть ты установил аутораппорт. Аутораппорт. То есть установил внутреннюю обратную психофизиологическую связь. Согласование психических и физиологических процессов, которые снимают стресс. Я уловил, уловил, уловил. Надо зацепиться за то, что у тебя есть. Ты просканируй себя, зацепись за то, что ты есть. А если у тебя ничего нету, тогда ты используешь детерминатор. Детерминатор, то есть создай себе что-то. Что ты хочешь. Например, физкультуру сделай, физкультуру подвигайся. Ты знаешь, какие ощущения вызывает физкультура. Детерминировал эти ощущения, потом сел. Теперь за них зацепись. То есть ты специально создал ощущения, зацепился за них. А теперь можешь себе создавать то, чего ты сам хочешь. Когда ты несколько дней, по пять минут так потренируешься. Потом ты будешь и без физкультуры, и без всяких других действий. Легко регулировать свое состояние. От десяти до нуля. И наоборот. Когда надо снять напряжение, у тебя пойдет вот так. У меня 0,5. Поймать напряжение. 0,5 у меня сейчас. 0,5. 0,5. Мало совсем, да? Да. А какое это ощущение? Как ты себя при этом чувствуешь? Это такое как-то растворенность. Растворенность. Это та нирвана, за которой Будда ходил 30-40 лет. И в этом нирване я могу прям... Возьму, например, вот меня отказали в продаже. Я примерно скажу, да? Я эту боль усиливаю, что мне больно. Правильно? Да, 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 да. Вот тебе отказали в твоих продажах. Да. Вот ты вот это ощущение неприятное усиливаешь, усиливаешь, доводишь его до края, а потом сбрасываешь. Отпускаешь мысли течь на самотек, взгляд рассеянный, и ты вдруг замечаешь, что у тебя на градуснике напряжение, напряжение снижается. Но надо еще пару занятий провести, чтобы ты полностью обладил ключом. Да, все. Очень классно. Это упражнение по-наслову, еще в шестое. Спасибо тебе, до встречи. Благодарю.